Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Кроме посланий Павла, Новый Совет включает в себя также семь посланий, который Церковь относит к апостолам Иакову, Петру, Иоанну и Иуде. В рамках данного корпуса нашла свое отражение самая ранняя христианская традиция, восходящая непосредственно к апостольскому кругу. Итак, сегодня мы рассмотрим соборное послание апостола Иуды. Это небольшой текст, состоящий из одной главы. Иуда, прапы Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Начнем с вопроса авторства. Кто же такой Иуда? Безусловно, это неизвестнейший Иуда Нового Завета, не Искариот. Сам автор называет себя рабом Христа и братом Иакова. Отсюда большинство толкователей склоняются к мысли, что это Иуда, брат Господень. Апостол, как, собственно, и апостол Иаков, брат Господень, не входящий в круг двенадцати апостолов. Соответственно, совершенно логично свидетельство в данном контексте Евсевия Кисарийского, распространявшего на общее с Христом родословие, приводимое евангелистами по Иосифу, названному Отцу Христа, и, собственно, реальному Отцу Иакова Иуды. Поэтому Евсевий свидетельствует о происхождении апостола Иуды из дома царя Давида. При этом, например, преподобные бедодостопочтенные ряд других средневековых толкователей включают автора послания в круг двенадцати апостолов и, соответственно, при этом отождествляют Иуду автора послания с Иудой Иаковлевым, который в Евангелиях от Марка и Матфея назван Фаддеем. Современная библистика склонна скорее согласиться с древнейшими толкователями и не отождествлять Иуду брата Господня с Фаддеем из круга двенадцати. Скорее всего, Иуда так же, как и его брат Иаков, уверовал в Христа уже после его воскресения. Поэтому он, собственно, и не кичится своим родством с Иисусом, но называет себя лишь его рабом, при этом указывая на родственные узы, связывавшие его с Иаком. В своеобразном указании на адресата в послании внесено в список соборных, то есть не предназначенных к какой-либо конкретной общине. Здесь, как мы видим, они упомянуты как призванные, которые освящены отцом и сохранены сыном. «Милость вам и мир, и любовь да умножатся». Этот стих логически завершает собой приветствие, потому в нем, собственно, и звучит традиционное еврейское пожелание мира «Шалом», усиленное и конкретизированное через упоминание о милости и любви. В связи с предшествующим стихом становится ясно, что источниками этих благ являются, собственно, отец и сын. Возлюбленный, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святыне. В данном стихе автор сразу указывает на изменения, которые произошли в его целеполагании. Изначальный план послания был им отвергнут ввиду более насущной проблемы и необходимости защитить истинную веру от размывания ее еретическими воззрениями. Иуда говорит о вере как о том, что требует труда и подвига, не дается просто как сумма знаний, но подобно Драхме, о которой говорит Спаситель. Прежде чем обрести ее, нужно тщательно вымести полы, а когда найдешь, незазорно поделиться этой радостью с соседями. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Основная тема Иуды абсолютно созвучна второму соборному посланию апостола Петра. Это указание на несоответствие пути Господню, проповеди и практики некой части христианской общины. Слово «вкрались» может иметь как прямое значение, то есть проникли, пользуясь излишней доверчивостью, так и переносно, то есть являли себя как часть общины, никогда при этом ей духовно не принадлежа. Как, например, скажет апостол Иоанн Богослов, «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если были бы они наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Если мы говорим о вкравшихся в первом смысл, то возможно перед нами апостольское осмысление проблемы пророков-харизматов, которые не были привязаны, например, к какой-то конкретной общине, а странствовали между церквями. Об этом предупреждает, например, апостол Иоанн, говоря, «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Если же понимать вкравшихся как членов общины, духовно чуждых, чистому источнику апостольской проповеди, то здесь можно отождествить их с группой, которая упоминается апостолом Петром как невежды и неутвержденные, которые учения и послания апостола Павла к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. То есть налицо ситуация, когда часть общины неверно восприняла учение Павла о свободе от закона и начала реализовывать свободу как вседозволенность в ее самых грубых и примитивных формах. Эта проблема уже была известна самому Павлу, который в ряде посланий корректировал практики основанных им общин, указывая на необходимость здоровых рамок и границ, как, например, в посланиях к Кариновской церкви. Но, увы, в христианской среде оставались как крайне неумеренные ригористы, которые и после апостольского собора 50-х годов требовали соблюдения от христиан всех норм ветхозаветного благочестия, так и наоборот, крайние харизматогедонисты, учившие, что с наступлением эры благодати никакие прежние нормы и установления более не действуют. Возможно, об этом и пишет Иуда, говоря о них, как о людях, обращающих благодать в повод к распутству. Очень странно звучит в этом отрывке мысль о предназначении данных людей к отступлению. Разве может Бог предопределить, кого бы то ни было, не только к погибели, но вообще к чему бы то ни было? Может ли Он попрать им же дарованную свободу? Православное учение однозначно утверждает носить счет. Нет, Бог не попирает им же врученные дары. Как Он не создал смерти, хотя смерть и действует в мире, так же Он не сотворил зла и не предопределил никого к Его совершению, хотя зло присутствует в мире и существует не как абстракция, но как вполне себе конкретные действия конкретных людей. О Боге мы знаем, что Он не радуется погибели живущих, что Он хочет, чтобы все люди спаслись, что Он склоняется перед волей Своего создания. Из дальнейшей череды примеров становится ясно, что сам апостол Иуд использует выражение про графу скорее не как предназначенные, а как преднаписанные, то есть упомянутые прежде. То есть о подобных грешниках уже многократно говорило и предупреждало Писание, указывая на их участь, то есть они не предназначены к осуждению Бога, но идут по своему выбору путем, ведущим к погибели. Я хочу напомнить вам уже знающим, что Господь, избавив народ от земли египетской, потом неверовавших погубил. Упоминание о уже знающих, по всей видимости, указывает на то, что община или общины, в которой писал апостол, состояли преимущественно из илудеев. Это становится еще прозрачнее, когда он упоминает не только канонические книги Танаха, которые могли бы быть известны и, собственно, просвещенному греку Прозелиту, но иудейские апокрифы, которые имели хождение преимущественно в среде верующих израильтян и илудеев России. Череда примеров пагубности, непослушания и впадения в мироучительные заблуждения разделена автором на несколько блоков. Перед нами первый, с пятого по восьмой стихи, посвященный теме непослушания. Неверовавшие, упомянутые в стихе, безусловно, никакие не атеисты. Это отсылка к сложной истории странствия народа, вышедшего из Египта, но проявившего двоедушие. С одной стороны, они поверили в спасительную силу Бога и отважились на исход, а с другой, не вошли в обещанную землю, испугавшись мощных ханаанских городов-государств. Потому и услышали о себе определение Божие. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас число, от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас. Это книга чисел. То есть Бог даже не любит их, а оставляет ходить путями их произволения. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Ангелы в узах темой системно не раскрытой в библейском повествовании. Это еще раз подтверждает расхожий тезис о том, что Библия книга для человека, и множество иных вопросов бытия мира, созданного Творцом, но не касающегося человека непосредственно, она просто не рассматривает. Мы ничего, например, конкретного не слежем в ней о творении ангельского мира, практически ничего не зная о его устроении, хотя тема это всегда приковывала к себе внимание мистиков и богословов. Толкователи видят в рассказе о падении человека и указании на падение некоего духа в образе змея, искусившего Еву и получившего наказание от Бога. За то, что ты сделал это, проклят ты, перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреви твои, ты будешь есть прах во всей жизни твоей, говорит книга Бытия. Также экзагеты считают, что падение в мире духовном носило не единичный характер и затронуло множество духовных существ, тем самым сформировав из прельстившихся ангелов, то есть, собственно, не сохранивших своего достоинства слуг Божьих, мир мрачных денег. Тема их ограниченных возможностей в мире, то есть, их пребывание в узлах, раскрыто в близком к данному тексту втором послании Петра, где мы слышим. Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предлоблюсти на суд для наказания. Это вторая глава второго послания Петра. В соблюдении же их на суд великого дня есть указание на тот суд, который описывает Иоанн Богослов в апокалипсисе, говоря о конечной победе Бога над силами зла, когда сатана и его приспешники будут ввержены в озеро огня. Как Содом и Гаморра и окрестные города, подобные богододействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огневечного, поставлены в пример, так точно будет и с всеми мечтателями, которые скверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Обвиняя еретиков в том, что они отвергают начальство и высокие власти, он указывает на раздоры и смущения, которые своим учением они вносят в христианские общины, тем самым как бы противопоставляя свое учение и авторитет мнению как безусловных учителей, апостолов, на традиции которых собственно возведена каждая община, так и местных авторитетов, епископов. Мечтателями они названы ввиду того, что возводят здание своего учения не на твердом камне традиционного восприятия Писания, а на превратнейшем толковании нескольких его пассажей. Все-таки о самом характере учения данной группы Иуда предусмотрительно не распространяется, поэтому сказать что-то более конкретное об их образе мыслей затруднительно. Толкователи так и не пришли к единому мнению, кто эти противники апостольской проповеди. Так кто эти предтечи гностиков сложных составных учений 2-го 3-го веков, говоривших о наличии в мире двух начал, или же может быть это представители общины превратно толкующей Павла. Далее от ветхозаветных примеров автор переходит к примеру апокрифическому. Михаил Архангел когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле не смел произнести укоризненного суда но сказал да запретит тебе Господь. Данного текста не содержится ни в одном из ветхозаветных писаний. Однако в относительно современных автору текстах как например в иудейских древностях Флавия утверждается что смерть пророка происходила с особыми знамениями о которых не повествуют пяти книжек. Он обнял говорил с ними его вдруг окружило тучей он скрылся в каком-то ущелье. Аргум Иоаннафана отмечает активное участие множества ангельских ликов в захоронении Моисея. Ибо он Бог говорит текст ивел себя в своем слове и с немелики сослужащих ангелов Михаил и Гавриил воздвигли золотой одр скрепленный хризалитами драгоценными камнями и берилами украшенные драпировками из пурпурного шелка и Атласа и белым постельным бельем. Метатрон и Эфиил и Уриэль мудрейшие из мудрых уложили Моисея на него и похоронили его в долине против Беффегора. Интересно, данный фрагмент комментирует монах Андреек с гет 6 века. Он считает, что дьявол предъявляет права на тело Моисея. Дьявол говорил, что это мое тело, потому что он как бы владычествует над материей. Михаил же все это представил воле своего владыки, у которого одного справедливый суд. А сие злословие то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные знают, тем раздлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как валаам, и в упорстве погибают, как корей. Иуда предлагает самые одиозные примеры из Ветхого Завета, чтобы показать гибельность пути отступления. Еретики зловерием убивают своих братьев, как Каин, делая это из сребролюбия и любоначалия, как древний валаам, пророк, который пытался проклясть Израиль за деньги, и как корей, претендовавший на власть и статус аароны Моисея. Таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и сторогнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Среди множества примеров бесприютности и бесплодия хочу особенно выделить звезды. Они использованы автором именно как пример безначалия, то есть всякому небесному телу уготовано свое место на сфере неподвижных звезд, так считали древние. Мир звезд системен и гармоничен, но и среди них есть свои отступившие, это звезды блуждающие, неверные огни, утратившие свое извечное предназначение, служить для обозначения знамений, времен, дней и годов, как говорит об этом книга Бития. Замечу, что блуждающие звезды по-гречески звучит как астерос планетай, то есть планета странствующая, блуждающая. Вот такие непостоянные светилы, не имеющие должного плода благочестия, присутствуют наравне со всеми на вечерях любви, то есть неблагоговейно вкушают тело и кровь Христовы, а едят и пьют, будто это простое пиршество. Об этом говорил в своих посланиях апостол Павел. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других съесть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, говорит апостол в послании Коринфа, то будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Объяснение такому странному и вполне легкомысленному помедению может крыться в начале послания, где Иуда указывает, что неправоверующие слишком поверхностно восприняли слова апостола Павла о том, что с приходом благодати никакой закон более не давлеет над человеком, и, особенно подчеркнут, отвергавшиеся того, что Иисус Христос есть Бог. Потому и такое легкомысленное отношение к преподаваемой им святым. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Сейдет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестивые и беззаконные. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Вновь мы встречаемся с апокрифическим свидетельством. Корпус енохианской литературы велик, но ни в каком объеме он не входит в священное описание. Вся она носит апокалиптический, то есть откровенческий, скажем так, визионерский характер. В ней описываются путешествия одного из праведников седой древности Еноха по небесным дворцам и сферам, где он получает различные откровения о судьбах мира и секретах его бытия. Данный фрагмент это прямая цитата из первой книги Еноха из ее первой главы. Корпус безусловно не имеет никакого отношения к Еноху оригинальному, так как возникает значительно позже основного блока ветхозаветной литературы в период между третьим и первыми веками до Рождества Христова, что является как мы понимаем серьезной временной дистанцией между текстом и его предполагаемым автором, то есть седьмым от Адама. Интересно комментирует этот фрагмент святой умений Трикски, указывая на разницу между просто грешником и нечестивцем. Грешник беззаконствует против того, что следует делать по жизни, а нечестивец против самого Бога. К слову, представляется странным, что для описания грядущего суда апостол использует не отсылку к множественным свидетельствам пророков Израиля, а именно данный апокрифический текст. Это свидетельствует, кроме всего прочего, о высокой популярности подобного рода литературы в иудейской среде первого века. Но вы, возлюбленные, помните предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотам. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. О лжепророках и лжихристах обильно предупреждает Новый Завет. О них говорит в Евангелии собственно и сам Христос. Восстанут лжихристы и лжепророки, дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно и избранных. О них же собственно предупреждают и апостол Петр во втором послании и Иоанн в первом. Последний особенно часто касается этой темы в своем откровении. Обращение к предсказанному апостолами может указывать на то, что они уже ушли из мира, как считает собственно святой Акумин. Интересна интерпретация апостолам своего времени как эсхатологического последнего времени, характерная в целом для всей ранней христианской общины, как, например, описывает ее в книге Деяния апостолы Лука. Ожидание скорой Паруси пришествия Христа в славе слышно здесь и в цитировании ожиданий из книги Еноха. В самом начале книги Деяния мы видим, что апостолы страстно ждут воцарения уже воскресшего Учителя, но вместо этого получают жесткий и однозначный ответ. Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власть, завершающийся собственно указанием на безбрежный океан для проповеди. Это не просто поспевшая жатва, это действительно бескрайнее море. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. По-человечески апостолов и раннюю общину вполне можно понять, ведь они уже избраны, они уже уверились, чего еще ждали, время прийти царству. Но Бог любит каждого человека и каждому желает обратиться со словом спасения. Поэтому и не оправдались апостольские ожидания о скором восседании на престолах царства Мессии. Вместо этого им выпали пыльные дороги среди земномодия. А вы возлюблены, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте из торгая из огня, обличайте же со страхом гнушая даже одежды, которая сквернена против. И вот после столь пространного смыслового отступления апостол Иуда все-таки возвращается к своей изначальной теме, которой он собственно и хотел посвятить посланию. То есть имел усердие писать об общем спасении. Так, почему святая вера, о которой говорит апостол? Потому что община исполнена святого духа. Как в древности Бог жил посреди своего народа в его скитаниях в пустыне, то есть присутствовал в огне, ведущем Израиль ночью и в облаке дня, наполняющим впоследствии скинем. Так и здесь огонь духа сошел на учеников и наполнил собою церковь. Будьте святы, потому что я свят, говорит Бог. Этому древнему призыву суждено было исполниться в общине нового Израиля церкви, частью которой являемся и мы. А поэтому он в полноте обращен и ко всем нам. И завершая послание апостол говорит о том, как могут члены общины взаимодействовать с столь жестко обличаемыми иудой инакомыслящими. Автор говорит, что здесь нет единого универсального подхода. Тех, кто готов и желает вернуться к чистоте апостольского учения, нужно принять, не теряя при этом известной осмотрительности. Действительно ли они оставили заблуждение? С другими же, упорствующими в своем нечестии, нужно взаимодействовать иначе. Нужно попытаться пробудить их совесть, в том числе и напоминанием о тягостной вечности, уготованной нечестивцам, и не сближаться особенно, чтобы не попасть под влияние пагубных учений и практик. Блаженный Феофилакт видит в упоминании одежды скорее образ, а не конкретное одеяние, так как еще апостолом Павлом указана на тщетность иудейского соблюдения норм религиозной чистоты или нечистоты, применявшихся не только к пище, но замечу и к одежде. Он пишет «Оскверненная одежда есть жизнь, оскверненная многими преступлениями впоследствии плотской страсти, ибо о каждом человеке узнает праведен или неправеден по образу жизни, как бы по одежде. Один имеет чистую одежду, добродетельную жизнь, другой оскверненную, то есть жизнь с делами злых. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славой своею непорочными в радость единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господу нашего, слава, величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Заканчивается послание доксологии, то есть прославлением Отца через Сына Господа Иисуса Христа. Через Него Господь подает спасение веровавшим, через Него и им соблюдается от падения всякий верный. То есть свое человеческое желание чистоты и святости и свои ограниченные к тому возможности человек должен соединиться с всемерным Божьим желанием о спасении человека и с Его всесильной помощью. А как говорит Сам Христос, «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть через наше единство со Христом входим в полноту жизни Троицы, где нет места ни пороку, ни падению, но только пребывание в славе Божьей.